Матч между командами Джубл и Фаворит. Джубл сегодня выступает на правах хозяев. Представлю первыми они в своих традиционных цветах, сине-белых. В воротах у нас будет Руслан Настапенко. Защищать его будут Томаш Семенов, Юрий Федько, Нутсу Поп, Саша Кожевников, Эльдар Мерсалиев и Станислав Гошниц. Фаворит сегодня выступает в своей новой форме. Такая вот желтая. Все-таки обзавелась эта команда формой. Сейчас будут они ее первым же матчем закалять. В воротах у нас Бардан Ратушный. Защищать его будут Роман Закалюжный, Максим Стрельченко, Максим Каноненко, Павел Зеленько, Сергей Мережко, Александр Клименко, Виталий Подгорецкий. Богдан Андриенко, Сергей Свериденко, Эдуард Гапоненко, Сергей Глембицкий и Никита Каменчук. Пожелаем командам удачи и будем наблюдать за красивым футболом. Сегодня у фаворита сбор просто нереальный. У них очень много-много-много людей на самом деле. Что не скажешь о команде Джубл. Всего лишь две замены. Ой, как Остапенко сейчас ошибается. И чуть-чуть не привозит своей же команде. Здесь уже не точно со стороны команды фаворит. В том падении как раз Остапенко ему повредить. Держится заднюю поверхность бедра. Борьбу так Остапенко выдает. И Мерсалиев. И вот так вот. Вот так вот. Рядом к Саштанге проходит. Это туда. Томаш Семенов и Закалюжный перехватывает эту передачу. И там уже разобрались игроки команды Джубл. И снова Остапенко. Будет водить даже далеко в игру. Вводит Остапенко на 11-го номера, на Нуцу. Но нет, не проходит эта передача. Снова Томаш Семенов. По праву флангу прорывается. Ой-ой-ой. И снова Штанга. Нуцу на этот раз пробивал. Убирает Кожевников на Мерсалиева. Мерсалиев нет. Совершенно не точно. Ну что, начинает фаворит свою атаку в воронокоманды Джубл. Не точная передача от Клименко Александра. И все-таки Остапенко сейчас заново будет водить мяч в игру. Далеко-далеко вперед. Выбрасывает на Нуцу. Нуцу... Нет, не точно. Клименко, надо поздравить команду фаворит. Уже. Да. Рады. Особенно тем, что мы можем находиться теперь, называть футболистов и знать, что мы точно отгадали, кто это. Джубл команда на самом деле не подарок в плане защитной тактики. Они хорошо играют против лидеров таблицы. Они мотивируются. И определенный опыт игры в премьер-лиге. Они получили как ни крути. Я думаю, что это сказываться будет. Точнее, не премьер-лига, а супер-лига. Но насколько это скажется? Фаворит у нас лидер, друзья. Лидер таблицы Голд-лига. Посмотри, какой сбор просто. У них, по сути, три команды на поле. Да, сбор, который с голодными глазами готов врываться. На футбольное поле. Ну, это хорошо, кстати. Я рад, что игроки понимают, что они нужны команде. И далеко не всем сегодня возможно выделиться достаточное количество игрового времени. Но они все стоят, они все ждут и готовы в любой момент помочь своей команде выйти вперед. Клименко, Андриенко. Мостейльная передача от Андриенко, но Нутсу там блокирует эту передачу. Вот что происходит. Отстоял там Остапенко. Не было, друзья, мяча. Томаш Семенов на Нутсу. Эмирсалиев, ну что здесь? Ветер раз уже. Сначала Эмирсалиев попал в штангу, потом Нутсу. Сейчас Эмирсалиев выходит один на один и просто промахивается. Даже не попадает в створ в ворот. Ну что, плетенка Максим на Андреев, на Андреенко Богдана. То есть, в свою очередь, на Пашу Зеленко. Но с Зеленко не успевали за этой передачей. Томаш Семенов. Эмирсалиев. Закалюжный против него. А вот так вот закалюжный Роман оттеснил. И пробил не точно. Остапенко на Эмирсалиева. Эмирсалиев на Томаша Семенова. Мутсу. Жемника. На Томаша Семенова, прошу прощения, была передача. Ее перехватили. Игроки команды фаворит. Ой-ой-ой. Хороший удар. Хороший удар был от 22 номера. Одну ручку себе. Не успевает Семенов на эту передачу. Не смог он подставить ногу в нужный момент. Не было желтой. Не было, мы знаем. Аут. Для Джубла. Семенов. Эмирсалиев. Перехват от команды фаворит. Решко. Семенов. Свериденко, прошу прощения, не единственный номер. Сергей отыграл назад. Снова Свериденко. Он пока что понимает, что... Вот знаешь, в чем сила Джубла? Как из фильма, брат. Вот. В том, что они защитят, сидят классно. И выходят в контратаку. Фавориты, думаю, это прочувствовал. Но при этом, как бы, все же стремятся забить. Забить и первыми это хотят сделать. Тактика достаточно рискованная для команды, которая сыровата. Сыровата не в плане, что я как-то грубо озвучил игру. Нет, они молодые. Коллектив. Да, Зеленько, например, Каноненко и Закалюжный уже много раз вместе играли. Но есть, есть у фаворита, будем так говорить, определенная сырость выступлений на турнирах. Именно этим коллективом. Поэтому я думаю, что Джубл могут забить. И забить они могут первые. И потом плотно закрыться. И уже будет непросто отыграть. Но с таким составом, когда смотришь, кажется, что будет просто отыграть. Передача чуть спину была для Зеленько. Павел обработал. Небольший навес. Такое впечатление, что сегодня намазано на перекладине у нас там, не знаю, магнитом. Жидкий. И Настапенко все-таки отстоял. Сейчас эта ситуация на ноль. Еще один удар от Мережко. Снова Мережко. Очень далеко неудобно на отходе от ворот соперника бить как-то плотно, сильно. Почти что невозможно. Все. У нас, к сожалению, мяч, будем так говорить, завершил свое существование. Заметно, мяч, еще еще и жмой. Нет, замена! Замена! Замена на полу. Играет музыка. Играет музыка. Хороший сейф от Остапенко. Тем не менее, удар хороший от Мережко. Там достаточно плотно было. Остапенко далеко-далеко вперед. А здесь... А здесь плошница. Только усиление для джубла. Это два игрока, которые могут идти на повышение в лигу, участвуют в команде джубл. Из команды люксор. Из лиги пониже. Почти проехали. Держи. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Сверденко сам идет, Сверденко сам идет, Сверденко. Обратите внимание, что постоянно этот высокий прессинг идет от фаворита, но все это не меняется в данный момент. А вратарю нельзя, грамотно здесь Остапенко, замах сделал, но играть не стал. Честно говоря, оказалось, что упустят, но в вводе какого-то углового нет. Горецкий отдавал на Мережко, но это, прошу прощения, 21-й, но это Каменчук Никита был. Подгурецкий Виталин, да, на Каменчука. Нотсу, Остапенко. Ну такое впечатление, что поселились уже три игрока на половине поля соперника, они даже не выходят. Только один из них вышел за две минуты, просто вот тут все находились. Уже настолько осел джубл, что на самом деле это уже тревожно. Тревожно для них в борьбе за результат Каменчук. Остапенко. Еще шея, 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 шея. Еще шея, шея, шея. Ягининоник точно! Ягининоник точно. Ягининоник точно. Ягининоник точно! Безусловно 6, по 5, 7. Вольга, не дальше взял там! Наступа! Раз, два, два. Давай, давай, давай! Девушка! Опасно, а площадка перекваты тут же толкает вперед мяч. Жевников. Жевников сам мухий такой сейв. На самом деле низкие такие сейвы, может быть они не так эффектно выглядят на камере, но они куда более неудобны для любого голгиба. Витько поборолся. И снова вот для фаворита Каменчук. Плошница, плотница. Никита Каменчук поборолся и плотница все-таки не жалея. Бедра. Проехался слегка. Кононенко. Ой какой пас. Вот она холодная голова. И просто я бы так сказал, как-то Глембицкий все-таки здесь слишком расслабленно наносил удар. Ощущение такое, что не ждал такой передачи. Может даже плохую шутку сыграть. Такой плотный сбор из 12 игроков. Кто-то остывает и не в темпе игры. Ну то есть мне показалось, что просто банально темпа для этого номера сейчас не хватило. Ну что оптимальный вариант это две четверки просто иметь и... Да. Ну или играть тремя четверками, мы в колоссальном темпе. В колоссальном поджимающем темпе. И понимать как это делать, тогда да. Но опять же ты никак не умеешь. Тайм-аут нас. Это был такой 5-секундный судейский тайм-аут. Переговориться, ну и немножко решение было некорректно. Ай-яй-яй, как опасно! Снова Остапенко сегодня хорош. Ну, Остапенко хорош, но понимает, что ненадолго его хватит. Здесь никого. Здесь и Мирсалиев на подплате. Нажевников. Давай Мирсалиев. Вот здесь Глембицкий против них. Мяч выгрызает Каменемка на Каменчука. Каменчук снова борется. Пробурить сам решил. Вдвоем отобрать куда легче. Мирсалиев. Остапенко против него. Классно сбросил. Федько подключился. Снова Эльдар. Ну, не точно. Ты знаешь, вот сейчас просто темпом всегда на самом деле говорит. Не качественном игре, а просто вот с желанием, бегом, движением. Вот смотри, 6 минут осталось у нас до конца. Ни одного мяча. Ни одного мяча, не смотря на крупный сбор. Снова льда. Каменчук Тарканоненко. Обычно он под семеркой выступает. Сегодня у него шестой номер. И Мерсалиев не дает осуществиться этой передаче. А вот и на тайм-аут. За шесть минут. Я думаю, это тайм-аут со стороны Джубла, потому что нужно немножко перевести силу на последние шесть минут игры. Хороший шесть минут. Что 배 exemplo? Мерс observation. Т way, это движение! На, за бдже, верхний д 임ято! Хороший,iento? Шесть минуту! Чегоすlais милайка. Chain. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пробирается и мог забивать между ног на самом деле Неудобной для себя позиции находился Остапенко Семенов Немножко долго Немножко долго Клименко Стрельченко Максима Стрельченко на Закалюжного Закалюжный все-таки разворачивается Роман Закалюжный Ух ты! Хороший! Стрельченко заколдовывает все штангу там У нас второй номер Андриенко Богдан хочет, конечно же, помочь своей команде Понимаю его Его не узнать совсем в форме, если честно Да, абсолютно Абсолютно не узнать его в форме Вроде бы такой же у себя массивный игрок А здесь Да, желтый цвет его Стройник Стройник Ну, Остапенко на выходе хорош Не дает он Закалюжного принять мяч своей столкной Ну, Цоу Нет, против Клименко Не проходит до передачи Эмирсалиев На Ну, Цоу И все тот же Клименко там рядом с ним Опекает до последнего Клименко не точно Перепаривает Кожевников Эмирсалиев Удар Ратушкой Ты посмотри, очень неплохой сейф у нас от Ратушного Еще один сейф от Ратушного Два сейфа, друзья, дублирующих Ну, вот это уже стоит записать Такое впечатление, что иголки между собой соревнуются Тоже своя гонка Своя какая-то, да? Реальность Дременко Андриенко Андриенко Андриенко, Андриенко Удар И снова штанга Эх, магнит Ну, мы-то понимаем, что так продолжаться не может Ненадолго Это же ненадолго все Первый тайм, ладно Солея пытался в конца не намутся Отдавать, но не получилось Закалюшный Роман Идет свою команду вперед Андриенко снова пяточка С вечерка Закалюшный Нет! Нет мяча в сетке Что самое удивительное, друзья Ну, это один из первых, наверное, таких розыгрышей Где двоем на ворота выходили А вот Джубл не первый раздвоем выходит на ворота Это команда фаворит И забить-то они не могут вдвоем Вот это, я так понимаю, основная четверка команды фаворит Я к тому, что просто сама по себе игра Ратушного на выходах Там, где он, казалось бы, бессилен Сегодня максимально продуктивна Ну, это удивляет И это явно не заслуга удачи только лишь Ну, стрейтинга против него И все-таки Стрейтинга нарушает, правильно? Томаш Семенов Кожевников Ну, задевал там Андриенко Кожевникова по ногам сзади Это было видно невооруженным взглядом Снова Кожевников А кому? А куда? На Руслана Случайно Случайно на Руслана На нашего судью Стрейтинга Андриенко Ошибка от Андриенко И Мерсалеев Ильдар У него Клеменко Саша Ты посмотри, как полезен Клеменко Который раз уже и Нутсу, и Ильдар останавливают Работая, просто работая в защите И именно это слово сюда подходит Андриенко Закалежный Закалежный Ну, этот развернется в любом случае А ты знаешь, что надо было выбивать здесь Ильдар На самом деле Ну, просто сегодня на работе На работе На работе Вечера И фаворит тоже с нами Фаворит хочет оправдать мои слова Ильдар Ильдар Ну, удар будет или нет? Есть! Блокирует Ильдар Ильдар Ой, какой пас проходит у Нутсу На опыте Поп здесь А дальше А задумка какая от Томаша Прекрасная задумка А вот Поп не поверил, мне кажется Просто не поверил Да, Нутсу просто не поверил Уже подумал, там где-то удар или пас еще А паса не было Полминуты, друзья И, возможно, первый тайм Ты прами ноль будешь? Слишком сильно отдлянулся Он даже не смог ногу выставить В этом направлении Климента Климента, удар Ты знаешь Обратил внимание, как Ильдар Опустим голову вниз Только что возвращался И опыту силы его покинули Ох, как вовремя И как медленно идут за мячом сейчас Под 3 секунды до свистка И вот он свисток Первый тайм окончен Пока что 0-0 Но вот у кого сколько сил Это уже 2-го набора Это уже 2-го набора 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 4-го набора 3-го набора Ну что ж, начинается у нас второй тайм, по-прежнему у нас на табло, счет 0-0, несмотря на такую активную игру, тут плосница... Ай-яй-яй, если это пробивал, Эльдар, ну что, можно сказать, мне кажется, Джубл сейчас в атаку пошел, потому что понимает, что не протянут они за счетом 0-0, вдвоем сидят на заметах и думают, парни, сделайте что-нибудь! Не успел Мерсалия. Ну главное, что Клименко успел. А, нет, это был не Клименко, это был одиннадцатый, а это был Сверигенко. Клименко, прошибается. Эльдар, Федько, Семенов, снова Федько. Не хватает, конечно, Тимончука, Джубл, а он получил красную карточку в прошлом матче. Ой-й-й-й-й-о! Хорошая кардача от Мерсалиева, ну, попала в пятку Семенова. И снова хороший сейф от Остапина. Какое-то уже такое... Ну, не противостояние, но даже не могу вот это слово вспомнить, как это правильно назвать. Не пропущу на зло, и снова Иван Остапин. А вот здесь без сил был Остапин. Оплашал под Горецкий сейчас и... Ну, без сил ведь был Остапин. Горецкий реально... Просто если бы попадал. Отворот, да, это уже. Да, странно. Углобой? Тогда это был бы супер сейф, да, скажи? Федько на площницу, площница на Федько. Ой-ой-ой. Сейчас... С друг другом недопонимание получилось у драков. Но... Справляемся. Заметь, несмотря на такой жесткий футбол, атакующий с одной и с другой стороны... Фолов-то по-ныниму... Ну да, карточек, фолов почти. У нас в первом по фолам. В первом тайме... Ну, это только начался у нас тайм. В первом тайме у нас один или два фола было. Да, я знаю. Я обратил внимание на это. Поехали! 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 Зеленько. Хотел на хитрость, на темп. Семёнов на площницу. Назад. Нуцу. На площница. Айкер. Не вовремя это он допускает, это ошибка для джубла. Спичко! О! Смело Юрий начал убегать. Но оставили его. Подгорецкого хорошо, так пяточка отдавал, а Подгорецкий в свою очередь пытался перевести эту передачу на Зеленку, она не прошла, к сожалению. У тебя где-то импульсивность появляется, у фаворита, ты знаешь, это впервые я вижу в них, впервые. Решко, он заблокирует этот удар, и так под шумок, тихонько-тихонько вышел вместо Свериденко Кононенко Максим, который один стоит, одиноконек, и его не видят абсолютно. Кононенко, Максим, просто так по чуть-чуть подбегает, незаметно сокращает дистанцию. В общем, главный пункт, это именно незаметно. Мережко отыграл на Кононенко, Максим, туда, на Зеленко. Повел снова на Кононенко. Вот это уже куда опаснее, смотрю, грамотно начали разыгрывать, чуть-чуть поострее, что ли, но при этом не рискуя. Не знаю, как это в данный момент получалось, за счет чего. Нутсу, капитан не развернулся, не обработал, расстроился, приходится отрабатывать. Максим, как-то подбирается, поглядывая, где же мне лучше сыграть в пас, а ребята бегают в этот момент. Не могут выйти, хаварить от своей половины в поле, абсолютно не могут выйти с председателем до дробла. А вот и Каменчук, он будет сам пробовать играть. Третья игра будет у Никиты. Не точная передача, отключимся, тут уже Зеленко. Акононенко, Акононенко, Максим. Домаш его оттесняет. Причем четвертая игра, если еще в другой турнире ставлю. А и в другом турнире он тоже, да, сыграл? Ну, на самом деле, как-то и не скажешь по его запалу, но такое впечатление, что чем больше, тем больше вот таких моментов, даже из неудобной ситуации, Никита пытается в отборе сыграть. Мне очень нравится играть сегодня, что-то не понимает. Отмечу опять халы, просто они даже, когда фалят игроки, они извиняются друг перед другом. Хороший удар. Хороший удар, сейв тоже хороший. Не бездумный удар. А и тут друг другу мешают. И Кожанник, а выносит. Приглашает в оборону своих. Извиняются, ребята, друг перед другом, потому что они иногда с фалят. Не дают воли эмоциям именно в негативном плане. Ну, цифру ноль с табло по фалам Никита убрал. Успешно. Да. Такой бы плотный удар для Нутсу. Он стойко выдержал его. Но Нутсу такие опасные, такие пассы делать. Чуть не перехватило эту задачу. Знаешь, есть такая фраза, нет идей. Такое впечатление, что у этого состава, нынешнего, который сейчас четверка, просто нет идей, как играть в этом джубе. В данный момент. Да, со сменой все может поменяться. Вот так. Подловиться, как говорится, знаешь. На самом деле ошибся сейчас двадцатый номер. Глимбийский Сергей, он отдавал пас опять вратарю и поставил неловкое положение Каменчука Никитина. Благо тот хорошо выкрутился из этой ситуации. И фаворит снова начинает атаку свою. Кованенко на Каменчука отдавал, а Каменчук просто не поверил в эту передачу и даже не пошел на нее. Тем самым мы подобрались к экватору второго тайма и у нас по-прежнему 0-0, что на самом деле очень странно. Кратушный, далеко-далеко вперед. Копоненко, здесь уже и Остапенко вышел с ворот. Да, Остапенко травма с первого тайма, я наблюдаю за ним. Правая нога, задняя поверхность бедра, он потянулся и до сих пор стоит с травмой. И Мерсалеев, плотница, вот и... Ай, тут надо было бить Станиславу. Вот как будто Ратушный ждет, что пас будет. Вот чем дело. Кожевников, разворачивается Кожевников, нет. И побежал, побежал. Заколюжный, ай-яй-яй, так веселый фотосапенко. Заколюжный, ай-яй-яй, так веселый фотосапенко. Я все знал, рассчитывал при падении, именно... Заколюжный, немного освежить игру, чтобы побегать. Заколюжный, снова Остапенко. Да, и побежал. Именно он отдавал эту передачу, и, наверное, самый острый момент за эти 10 минут. Смело матч подназывать именем Остапенко и Ратушного 0-0. Пока что, битва. Да. Остапенко против Ратушного 0-0. Пока что. Шоколюжный, и снова Остапенко. Реация у Романа, да? Тайм-аут берут. Десять минут, друзья. Десять минут, друзья. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ильдар. Семенов. Ильдар. Как тут грамотно придерживал Клименко. Заколюжный, заколюжный. Ну что, вот вышла основная ударная четверка у фаворита. Причем джуббол не сидит в защите в данной мере? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Неприятный удар для площницы. Версалиев снова на площницу. Встречен там Максим Батнево, Андриенко, Богдан. Заколюжный Роман и все. Абсолютно нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Полегачу отдавал Андриенко. Может зря. Может зря. Вот что уникальное. Никто не берет на себя самое главное решение. Никто не берет удар на свою ответственность и снова заколюжный. Если не берет, то это заколюжный. Неудобнейший просто позиции. Да, у всех хорошо поставленный удар. И у Андриенко, и у Трельченко Максима. А вот так. Но это обратил внимание на остатки. До сих пор. По бедру. Это очень злую шутку. Потом может сыграть с ним в дальнейшем. Но выручать некому больше. Наколюжный Роман. Но тут развернулся. В любом случае. Клименко. Это очень опасно. Прям очень. Просто на удивление не ждал такой передачи Андриенко. Как я понимаю, от Клименко. Ух ты, Мерсалиев все-таки. Только что умудрился пробить слет. Ну, немного выше перекладик. Здесь скидка на Андриенко была. Остатка снова на месте. Фичко на площадку. Плочница обратно возвращает на Фичко. Вот, в свою очередь, непонятно на кого. Это тоненькая передача была. На площадку, либо на Томаша Семенова. Но не разобрались обои. И потеряли. Такое впечатление, что Семенов хотел придохнуть. Вот этот момент один. Да, иди сам. Пожали друг другу рук. Семенов, на самом деле, не отходил. И Неманск, тем самым, пытался спровоцировать Романа. Рома, на удивление, невероятно был спокоен. Но после него время, да, Роман очень сильно спокоен. Ну что, шанс для Андриенко. Остапенко уже улетел делать сейв. До свидания. Закалежный разворачивается, делает прострел. Но Томаш Семенов не дает ему это сделать. И на углу сейчас будет непросто. Закалежный, Трельченко. Трельченко назад. Клименко. Ай-яй-яй. Не поверил, Закалежный. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй. Под ногу так коварно мяч опустился. Остапенко на Эмир Салеева. Тот, в свою очередь, на Томаша Семенова. Плошница. Хорошо. Смело, но не оправданно, друзья. Остапенко очень. Роман Закалужный. Андриенко. Какой сын, как Стайфенко. Боже мой, что происходит сегодня в этом матче. Это топовый, друзья, сейф, мне кажется. Я не знаю, но очень сильный удар. И опять же шанс. Срельченко. Удивительно. Удивительно на самом деле. Джугл должен сегодня благодарить целого вратаря. А, Закалюша и снова Остапенко выручает свою команду. Пытается просто продырять. Ведь на самом деле вратаря сейчас упорно. Команда фаворит. На самом деле, 5 минут у нас остается до конца второго тайма. И устали. Устали сейчас. Сдувается сейчас движение у Джугла. И это заметно. Ну, вот по каким-то приемам мяча, по мышлению. Они уже опускают голову вниз. Они начинают как-то блокироваться вот так. Мне кажется, нужен таймаут. Он не поможет. А мне кажется, он прям нужен. Вот хотя бы, хотя бы выиграть минуту. Понимаешь? Что творит Нутсу у нас? Ой, ой, Мерсалиев! Протушные на месте. Это действительно сегодня. Один из ярких матчев со стороны вратарей. И тем самым, у Джугла 4 фула на самом деле. И если еще будет 2, то это будет 10-метровый. Мерсалиев возвращает на Федько обратно. Федько на Ильдара. Ильдар. Технично. Вот как холодная голова нужна в такие моменты. Правда? Да. Ой, 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 ой! Не срезает мяч в ворота своей Клименко. И сейчас, как нелегко придется, Джуглу. Недоволен от того, что и выкладывался на все 101% в данный момент. Джугл немножко местами провоцировали, на самом деле. Фуалит это было слегка заметно. И это сыграло свою роль, на самом деле, сейчас. Вот сейчас они... Вот сейчас Джугл, кстати, с этим забитым ничьем может завестись. Тайм-аут, как говорится. Конечно то определённый. Войche то, что это больше не может таким трое, определённое. Это уже есть! Ну Закалежный получает желтую карточку за споры с судьей. Да, на самом деле судья может давать желтую карточку не обязательно за мат в сторону судьи, а за несогласие с арбитром. Просто постоянные споры, и это нормально. Но Ромау стремился вперед, а на самом деле, как бы так даже сказать, я не знаю, борьба за результат сейчас. Сейчас Роман может завестись, да, очень сильно может завестись, и может полить, может прибавить по полу у одной и другой команды. А здесь поспешим, 22-й номер команды фаворит, Мережко Сергей, и потерял мяч. А Джубл куда спешить? Некуда спешить, две минуты до конца, зачем? Катится мяч, отсюда даже видно. Я считаю, что сейчас надо в таких моментах постоянно мяч ставить, фиксировать его, чтобы не допускать вот этих ошибок возле своих ворот. Потому что сейчас у фаворита вышла новая четверка, она свеженькая. Ой-ой-ой, какой сейф от Остапенко снова. Сегодня непробиваемый, сегодня Руслан. И интересно. Такое впечатление, что Каменчук Никита подошел и попросил взять таймал. Вот, что удивительно. Он был тут, в курсе. Он не успешат на дым. Да, Остапенко конечна. Сегодня хороший. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подгорецкий Поближе пришли Подгорецкого нет Сейчас может, кстати, если, не дай бог, Джубу перехватит этот мяч, что... Не просто будет для Джуба Штанга 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 от Эмирсалиева И минута до конца Вот это да Едва ли 2-0 не сделали сейчас Снова вперед сейчас идет Команда фаворит Андриенко На Подгорецкого На Сверденко Снова Подгорецкий Семь На Андриенко Ничего не получилось Ну что, знаешь, с розыгрышем Пятеля серьезно пошатнулось в качестве игры Джубла Вот в чем дело Да Прямо они, наверное, поняли Посмотри, время на Табулу 40 секунд Удар Эмирсалиева попадает Посмотри на Табулу 40 секунд 30 секунд до конца Я думаю, Джуба понимает, что сейчас идти вперед Уже нет никакого смысла Они выиграют 1-0 Насталиев Посмотри Позиционная Нет Не было Все, Остапенко Зачем куда спешить Но Если же Андриенко молодец, конечно Все правильно Далеко вперед 15 секунд до конца Нутсу Блокирует его Подгорецкий Сверденко Слечом 10 секунд Сверденко Блокирует Вот так вот Нутсу радуется И победа команды Джуба За счетом 1-0 В очень непростом матче Валевая Да Всем привет Поздравляю